Служба небезпечная, тяжкая и вельми отказанная. Сегодня свое профессийное свято означают следшие. Погроза здоровью белорусских лесов – жук-караед. В регионе пошкоджено больше за 8 тысяч гектаров лесных насаджений. Оздоровление и отпочинок. Работу профсоюзных санаторов обмерковали в Рогачевском районе. А зараза багэтым иншим больше подробязна. У ходе официнного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Индию досягнуты шерох двубаковых домовленностей. После завершения официнных переговоров керавника державы с премьером-министром Индии Нарендром Моди отбылась церемония обмену подписанными документами. Яны тычатся супрацовніства у розных галінах – от культуры и молодежной политики до сельской господарки нафтогазовой сферы. Баки таксама парафіровали договор помеж Беларусю и Индии об инвестициях. До інших тем выпуском практика выязных приемов допомагает докладно и деталево доведаться про ситуацию о проблемах на местах и з'является своего роду лакмусовой паперой о оценце работы со зворотами громадян. Про гэта сёня у жлобяне заявил Головный советник Головного управления по работе со зворотами громадян и юридичных особ администрации президента Беларуси Пётр Катушкин. Пытання, з якими людзі записываються на такі приемы, тычатся роботи особних органів влади, медицины, доброупорядковання. Часам, кабдапамахчу в выращенні проблем, достаткова консультація по отлумаченні деючих із законодавства. Часку зворотов, як показывая практика, можна выращить на местах. Существует формализм, какое-то, знаете, такое вот отношення, а потом посмотрим, там будем решать. Вот именно наши приемы позволяют сделать так, чтобы и местные органы власти в комплексе рассматривали проблему каждого гражданина и максимально принимали решения по удовлетворению особенно обоснованных просьб наших граждан. Пётр Катушкин зауважив, что за час проведения ваязных приемов означається зниження колькості зворотов. А крімя того, зміняється їх профіль. Большість пытанню, з якими людзі записываються на прием, просьбы адмяніть в прынятое судовое рашенні. На гэта приходіться давать лумаченні, што по такіх проблемах грамадзянам необходно звертаця до представників судовай, а не выканавши улады. Нацбанк з 13 вересня знову знісіть ставку рефінансовання. Але зараз усяго напаў пункта з 12 до 11,5% годовых. Гэта буде уже шостым змяншэнням гэтай величіні з початку года. Нагадаем, до 18-го студеня ставка рефінансовання складала 17%. Фактична інфляція протягвае зніжацца. У жнівні у гадавым выраженні прирост споживецких цен ацэніваецца на узровні нежэсь за 6%. Кроме тагу, Юразийскі банк развіця чакая, што в Беларусі до конца 2017-га захаваецца тендэнція до росту валавога ўнутрнага продукту. І па выніках года экономіка краіны пакажа рост. Гэтаму будзе спрыяць аднаўлені вытворшасці нафтапродуктаў пасля спаду па перэднега года. Супрацовнікі Слэджіха Кэмітэта Рэспублікі Беларусь па Гомельскай в області сё не азнашаюць своё професійное свято. Ведамство, створанне шэзі гадав таму, цяяляецца надзейным і компетентным партнёрам правоохонага блоку краіны. У минулым годі указам президента Беларусі було установлено новае професійное свято. Дзень супрацовнікав органу па перэднега расследавання. Абролі Слэджіха Кэмітэта можна меркаваць па такой лічбі. Зараз гэтае ведамства расследують 99% уздейсненых злачынствоў. Ацюлі патрабавані да офіцэраў, пастоянне удасканалювання професійнага майстэрства, самаданнаць і гадавнаць за ўсё да прэстіна дапамогу. Хоць работа ў Слэджім Кэмітэці гэта не толькі крымінальныя справы, а яшэй пастоянная сувіць з людьми. Важным урашэнні службовых задач з'являецца таксама теснае взаимадзэнія з органамі улады і сілавымі ведамствамі. Адначасова слэджшыя Гомельска в області прымаюць актыўны удзел ў грамадскім жыці регіон і праводзять профэрэнтаційну работу. У прыватнаці падпісаны дагаворы абсупрацўністве з Гомельскім дзяржавным универсэтэтам і Гомельскім філялам Міжнароднага универсэтэтэта МІЦЦО. Па часу рашыстага сходу, прэсвечэнага професійному святу, лепшыя супрацўнікі управліня слэджха комітэта Рэспубліки Баларусь па Гомельска в області узнагарожаны дзяржавными медалями і нагрудными знаками. Палагаю, што третье, четвёртое месце, котре мы щас делім по коэффициенту эффективности работы, это неплохі результата, но стремімця мы к лучшему. Надеемця, што наше место перое. Сёні ў Гомелью адбылось ўрадшыстае адкрыцё пасля реконструкції сквера імя Фелікса Дзяржынскага. Мерапрыємства, на кое сабралася керавніства горады і селавых ведамств, прымеркована до 140 годзе зня нараджэня знакамітаха рэволюціонера, першага керавніка савецких спецслужбаў. Амаль 70-х гадоў таму на гэтым месце з'явіўся помнік Феліксу Дзяржынскаму. А ў 1987-м годзе меморіальны комплекс. С тягам часу узнікла необходнасть проведзення рамонтных работ. Было прынято рашыня провести масштабную реконструкцію. Замініна тротуарная плітка, усталяваны мармуровые бордюры, абновліны помнікі коммунарам-чыкістам і Дзяржынскаму. Фелікс Эдмундович з'являецца заснавальнікам служб і подразделенняў, перайемнікі яких і зараз находяться на обароне міру і спакою радзімы. Ягора шучасць, лідерскія якості і сама аданнасть агульной справі прыкла для пераймання. Утымліку для сучаснага пакаленні офіцэраў. Караеды знішчылі на Гомельшыні, амаль восім тысіць гектараў лесу. Калясями спалавай тысіць ўжо высіклі, работы на астатніх ушастках протягаюцца паскоранымі темпамі. Олег Сентюроў потікавіўся станам спраў у Мазырскім лязгасі. Неглядзі чына праймаймай мэры, краед протягуе наносіць шкоду лязам, пакуль метад боротьбы зым толькі адзін, спілівання древ з их наступной промысловай перапрацовкай, як мага бач хуткай спалювання галінка, ў лязгасах заденючаў ўсі махчимаці. Различны способы используюцца, і наземный обход, то есть моі работники, лесники, мастера ляза, в том числе запускаем квадрокоптер, который имеется на селисхозе, для выливения очагов кареўна усыхання на ранніх стадіях. От момента обнаружения очага, постановки его на учет, проходит не боле двух недель до выписки лисорубочного билета. Кап поспець выкорастать пошкоджанай древе на промысловай амэты, а калі гэта не отрымлица, хотя по якості дров, в лязгасах навот запросили на допамогу специалісту зыншых абрастей. Плановые рубкі шмат дзе припыніны, ўся увага участкам, на яких знаходзіца караеў. Кап вызначыць колькість шкодніков, на конкретных участках лязгасы усталявали специальны феромонныя пасткі. У выніку стала ведома, што популяція на сякомах повеличилася да 20 разов. Прекратили рубкі ухода за лесом шас делась. И толькі основное внимание уделяем выборочным санітарным рубкам, уборки захламленності і сплошні санітарні рубкі. Шас вот мы находімся ў порталі 55, на сплошной санітарній рубкі площаді 4 гектара, де вот видно, што наслажження поваждано вершінным караедам. Некалі в ученые лечіли караеду особным сяміством, але потім панізіли іх статус да пад сяміства. Але наздоніць жуков наносіць шкоду древім, гэтай наукова класіфікація нік не пауплывала. Учай надворот насякомыя пачалі активне наступлення на засновы насадженні. Згодна запошнімі дадзінамі обласного лісагаспадачіг аб'єднання, караеды на Гомищені ўжо знішілі 7800 гектарів насадженніў. Караеды живуть ў наших лісах не першы год, але людзі ведуться біх невельмі шмат, дзей зімуюць, колькі часу могуць абыгольцца без ежі, які хімікаты могуць іх згубіць. Дарече, на гэтам тыні, на таратурі мазэцкага лісгаса ў першыню ў Беларусі пройді експеримент па працовцэх хворых дрыў спецайными реактывамі, як чакайцца, яны дапамуаць, калі не паўнасю знішыць караеду, то хаця б знізіць яго популяцію. Аб эффектывнаці експеримента можна будзі меркаваць прац дзён 10 пасля яго завершэня, хац ўжо зараз стопрацэтнага поспіху ніхто не абіцая, ўрешті гэта експеримент. Мештым ў нікатурых лісгасах ўжо выказываць заклопочэнуць сітуація за насаджэнямі біорозы ў выніку хвороба, якая паражае гэтае древе, яны таксама пачынаюць сокнуць. Олешні Тюроў, Ёрген Макеенко, Телерадо Кампания Гумель, Мазэрскі район. У Светлагорскім районі ваўкі нападаць на фермы и хатнія падворкі. Першы выпадак адбылся на малошна таварной ферме ў вёсце Асташковичы. Другі на прыватным падворку ў вёсце Мартыновка. Спеціалісты тлумачыць такія паводзіна лясных звероў сізонным клопатам самак прамаладое патомства. Хатнія грамацкі жывёлы лёгкая здабыча. У Светлагорскім районі азнашэны рост папуляціі ваўкою, які накіроўюцца сюды з палецкага радаяциннага запаведніка. Кап патрымліваць папуляцію балансе, вядзецца іх адстрэл. Для таго, каб чалавек добра працаваў, ён павінін мець махчымасті добра отпачываць. А таксама сашыць за сваім здароўем і сваечасово варашаць медыцынскія праблэмы. Якуў дапамогу гэтым накірунку аднаэмальнікаў могуць атрымліваць работнікі члены правсаюзав, наши корэспандэнты даведаліся пачас выязного сімінару правсаюзных арганізацій у Рогачовскім районі. Усяго ў Беларусі 13 правсаюзных санатореў. Два зіх размешаны ў нашай в області. Гэты шонкі ў Гомілі і Прыдняпроскі ў Рогачовскім районі. Прышым апошні найбуйнейшы ў краіні. Ён разлічаны на аднашасове знаходжыня прыкладна 850 чалавек. У гэтых санатореў, а таксама астатніх адзінаццці члены правсаюзав могуть адпачываць са скідкай. Чтоб каждый член правсаюза знал, што он можат паехать в санатореў, можат аддохнуть, можат получить определённый курс лечения за довольно-таки приемлемы суму, потому что по всей республике члены профсоюзу ў нас предусмотрена 25-процентная скидка. Плюс индивидуально рассматриваются варианты скидок и самих правкомов. Потому что, ну, отдохнувший человек, он и лучше работает. Это прописана истина для всех. Поэтому будем наложать работы и чем больше людей будет отдыхать, тем больше мы будем иметь отдачу на рабочих местах от них. Але справа у тым, што незавсёды работники у полные меры отрымливают информацию об новых послухах, способах и формах адпачинку. Проанализовать новое накерунки санаторно-курортного лечения, вызначать способы доведения необходных звездок до членов профсоюзов, задача, яку ў ближайший час повинны вырышать профсоюзные организации в области. Наиболее оптимальный вариант – это, конечно, 21 день. Но существуют и сокращенные методики 14 дней, 16. Хотя сегодня мы уже предлагаем нашим трудящимся любой формат, который они предпочитают. Вплоть до путёвок выходного дня, когда можно просто взять оздоровительную путёвку, приехать в санаторий и отдохнуть на 3, 4, 5 дней. Можно выбрать путёвку как с лечением, можно выбрать путёвку и без лечения, если человек чувствует себя здоровым. Марина Джала, Вольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель», Рогачёвский район. Белорусский фонд «Миру» снова покликал пройти дорогами войны, миру и працы. На этот раз марш акции у Гомельского областного отделения фонда «Миру» с устрока у Чачэрск. С подробязностями Олена Троценко. На Чачэрской земле заусёды охотно подхопливают инициативы гомельских миротворцев. И гэта падея на Лысой горы для райцентра одразу подкреслила. Для гостей – не только тёплая сустреча с песнями и хлебом солью, а лей рассказ про славное историчное минулое. Гости в этом году приехали непростые. Это специалисты будущие, молодые специалисты, которые будут распределяться в этом году в разные районы, в том числе, наверное, и Чачэрский район. Поэтому эта акция для нас тоже важна, потому что Чачэрский район работает очень плотно, очень плотно, плодотворно, скажу, с молодыми специалистами на территории нашего района. Селфи на Чачэрщине, а малюсе молодые удельники маршат эту першиню, саправдная затекавленность и шматликие питания. Справа в том, что объекты для наведывания представники фонда «Миру» и улады Чачэрска подобрали по профессийных интересах гостей. И будучи дорожные будовники, медики, педагоги и працавники аграрного сектора с Гомеля наведали у Чачэрску дорожно-эксплуатационное управление номер 115 «Гомель-Аблдарбуд», спортивно-оздоровленческий комплекс, среднюю школу номер один, дошкольный центр развития и другие объекты, некоторые навод поспели поспробовать свои здольности на практице. Во-первых, это наш жизненный опыт. То есть это позволяет нам увидеть, что и как происходит, увидеть воочию вообще весь процесс работы. Мы знаем это теоретически, то есть нас этому обучают, а вот здесь мы увидели практику, то есть как, как проходит образование в детско-дошкольных учреждениях, как происходит на производстве. Сейчас мы окунемся в военную историю, то есть это наш жизненный опыт, который, конечно же, нам, вот как будущим педагогам, пригодится, несомненно. Замковая гора у Чачерску – одно со знаковых местцов. Хвилина маучанья под тех, кто на зауседы пайшоу бесьмяродность. Не стерли народную память велич падей военного лихолеття 72 годы, что прайшли пасля войны. Для молодого поколения удел у памятных мероприемствах урок мужности по застенаме в учебных классау. А ширая размова про сенешний день Чачершины – формирование святопогляду кожного с гэтых молодых людей. Мы сами видим, как дети довольны. То, что они увидят, то, что они читают по книгам, или им даже рассказывают – это одно. А когда эти же вопросы они увидят непосредственно своими глазами, это совсем другое. Они воспринимают это по-другому. И, конечно, пусть не все, но большинство из них будет именно руководствоваться тем, что им показали. Алена Траценко, Сергей Лукашук из Чачерского района. Гэты иншой новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернеті по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры «Спортивный агляд». З новинами спорту вас познайомить Михаил Садовский.